всем привет на связи федор васильев мы продолжаем с вами изучать систему джекасса урок номер 41 в этом уроке мы с вами ознакомимся с платежной системой с платежным шлюзом интеркасса что это такое как с ней работать и зачем она нужна сейчас вводное об этом если вы хотите чтобы на вашем интернет-магазине в системе джекасса был способ онлайн платежа за ваши товары или услуги то есть человек сможет сразу выбрать платежный инструмент то есть например оплатить сразу яндекс деньги в обмане сбербанк приват 24 paypal и многие другие то есть прямо сразу с сайта то есть если вы хотите такое у себя в интернет-магазине то этот урок вам будет полезен но я сразу вам расскажу то есть как вообще происходит денежный перевод где деньги лежат и как их вывести да то есть интеркасса по сути вот этот сервис который сейчас вы видите перед собой он никак не связан с нашим магазином это сторонний сервис которому подключены тысячи магазинов разных на разных платформах и мы тоже можем к ним подключиться то есть подключение бесплатно здесь нужно произвести обычную регистрацию и настроить ее а потом подключить к плагину интеркасса к нашей системе джекасса к интернет-магазину то есть как подключить именно плагин интеркасса и как это будет в интернет-магазине это будет следующем уроке в этом уроке зарегистрируемся в интеркассе настроим ее вы должны понимать во первых ваш сайт должен быть уже в интернете не на локальном хостинге уже должен иметь домен то есть как перенести сайт локального хостинга на хостинг на домен об этом у меня уже были уроки я оставлю ссылку в описании под этим видео где я показываю как это сделать об интеркасса смотрите что здесь есть вы должны понимать что здесь довольно таки сильная комиссия то есть комиссию будет взымать все смотря через какую платежную систему человек выберет оплатить ваш товар например яндекс яндекс касса возьмет комиссию плюс сервис интеркасса тоже взымает комиссию в системе интеркасса конечно же можно выбрать кто будет платить комиссию покупатель или администратор магазина как это выглядит посмотрим позже то есть вы должны понимать что это достаточно неудобно достаточно немаленькие деньги придется отдавать системе интеркасса всем вот этим вот платежным шлюзом которые подключены к интеркасса яндекс деньги в обмане paypal и так далее и здесь придется у товар поднимать цену из-за этого чтобы не быть в убытке или же платить самим из этих средств то есть можно будет выбрать да как я уже сказал кто платит комиссию это достаточно неудобно вы должны это понимать потом минимальный вывод средств с интеркассы по моему 500 рублей был то есть если у вас пока начинающий магазин какие-то мелкие товары ниже 500 рублей вы с интеркасса не сможете вывести ну и вывод средств тоже если надо будет выводить вам на карту банка например средства с интеркасса обязательно вам нужен чтобы у вас был и н.н. номер налогоплательщика до сюда на будет носить данные паспортные при регистрации и так далее то есть есть своего рода неудобства здесь на странице интеркасса вы сможете прокрутить вниз и посмотреть демо кабинет как выглядит и демо платеж вот смотрите вот этот демо платеж вы будете каждый раз видеть эту страницу то есть когда человек с вашего магазина кликает например выбрать онлайн платеж и выбрать оплатить человека будет перебрасывать вот на эту страницу здесь пока вы только одна платежная система видите одна плитка но это тестовая платежная система то есть мы сможем перед тем как это выбросить в интернет именно отдать уже пользователям да то есть заявить о себе как интернет-магазин в интернете мы конечно же это все сможем протестировать мы сможем протестировать как саму интеркассу так и отдельно плагин интеркасса в джекаса об этом позже мы поговорим то есть здесь будет вот это где белая область все заполнено такими плитками если вы еще не знаете не видели там яндекс деньги в обмане и все все во всевозможные все популярные платежные системы банки переводы так далее все будет здесь виза здесь будет располагаться ваш логотип в интеркассе вы его подгрузите я покажу где это здесь будет цена ну и тут когда он выбирает платежную систему да он дальше уже оплачивает и деньги кстати вот куда поступают деньги деньги оплативший человеку центр кассы деньги поступают вам в личный кабинет в системе интеркасса то есть именно вот здесь в интеркассе и соответственно они там будет лежать хранится и вы в любой момент сможете выводить средства уже на удобные реквизиты для вас но опять же минимальная сумма вывода было 500 рублей сейчас уже не знаю какая ну возможно увеличит это дело чтобы по мелочам не выводили ну давайте приступим я уже прям весь процесс регистрации показывать не буду потому что у меня уже есть регистрация здесь опять же нужно будет привязать к вашему рабочему мобильному телефону вам придет смс к нужно будет вести ее соответствующее поле на сайте интеркасса чтобы подтвердить чтобы владелец так что все подготовьте что у вас был номер телефона и все вот эти дела email рабочий так далее на главной странице интеркасса прокручиваем ниже здесь идут описание и находим вот такую кнопку подключить кассу нажимаем приступить вводим электронный ящик ставим птичку что вы не робот ну вот смотрите у меня уже есть регистрация до произведите регистрацию без меня здесь в принципе все понятно заполните все необходимые поля и увидимся уже внутри то есть я сейчас авторизуюсь под своим логином и паролем после того как мы авторизовались у вас здесь касс не будет создана здесь мы можем создать разные кассы к разным магазинам мы сначала кликаем вот сюда после мы кликаем вот на эту шестереночку вот здесь и вот здесь вот есть вкладки слева давайте пройдемся по всем вкладкам и настроем принципе вот вам пример как это было настроено меня фамилия и имя отчество пол мужской выбрал дальше вкладка местоположение россии почтовый индекс я не стал заполнять адрес город я не стал заполнять паспорт и ннн вот самое такое жесткое поле номер паспорта дата выдачи заполняете идентификационный номер налогоплательщика я не знаю можно не заполнять если вы будете выводить деньги по моему на там яндекс деньги или еще куда то вот такого рода если на какие-то банковские реквизиты то там сто процентов будет нужен и ннн то есть паспортные данные заполнять абсолютно все дальше переходим контакты здесь лучше добавьте телефон skype адрес сайта то есть адрес сайта вписывайте тот которому будет привязана интеркасса то есть ваш магазин и здесь уже выбираете до получать мл-рассылку или нет всевозможные письма можно отключить здесь кстати есть такие значки если кликнуть кликнуть на них то здесь будет показано писание той или иной опции на вкладке безопасность вы можете настроить смену пароля также добавить доверенные пи адреса здесь тоже подсказку почитайте но я у себя здесь ничего не добавлял sms авторизация вот подтверждение вывода по sms вот это очень важная вещь включаете виде код с sms то есть здесь вам придет код на sms к придет на телефон который вы ведете в этой в этом поле в этой области и при каждом выводе средства нужно будет вводить код автоматически высланные системы интеркасса к вам на телефон ну еще здесь есть двухэтапная аутентификация тоже но я не включал у себя на следующей вкладке api здесь и айти айпи пользователя он нам еще понадобится этот ключ здесь пока ничего не делаем даже переходим шаблоны здесь у вас будет пусто здесь на самом деле будут выводиться шаблоны способов вывода то есть перед тем как вы вывести средства заработанные да вы будете водить всякие данные имя фамилию отчество там и на 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 так далее и нажать вывод на карту сбербанка и это будет сохраняться как бы как шаблон и она будет здесь у вас выводиться дальше идет вкладка информация последних посещений да то есть по ходу тот айпи адрес и дата и время и у вас здесь еще есть вкладка менеджер но здесь мне ничего нет то есть личный менеджер там имя фамилии email человека вашего менеджера я честно не знаю в каких условиях он тут появляется но здесь есть почта поддержка клиентов здесь в интеркассе на главной странице интеркасса можно посмотреть если какие-то вопросы возникнут написать им об этом они отвечают достаточно оперативно после всех изменений не забывайте нажать здесь сохранить на кнопку зеленую следующее наше действие нам нужно создать кассу да вот кстати здесь такая сиконка наушники до кликаем по ней вот здесь есть телефон и мл поддержки именно клиентов для интеркасса далее мы с вами кликаем опять вот сюда наводим мышь и выбираем режим касса да здесь у вас не будет касс для домена надо создать новую нажимаем вот здесь вот такая ссылка есть создать кассу кликаем и выбираем тип кассы без договора по договору партнерская то есть но у меня нет договора я беру без договора нужно ввести адрес вашего интернет-магазина то есть опять же не локальный адрес да а именно уже на хостинге чтобы вас находился интернет-магазин у меня есть тестовый магазин на домене я его здесь вешаю название касса напишу просто тест валюта кассы можно выбрать из двух вариантов я выбираю рубли нажимаю создать новая касса успешно добавлено то есть вы видите здесь по доменам до что в одном аккаунте интеркасса подключаются разные видите разные магазины могут быть здесь у нас появляется ссылка подтвердить владение кассы конечно же желательно это подтвердить кстати как я только создал кассу мне на почту которая привязана к этому аккаунту видите пришло письмо прикреплен персональный менеджер то есть теперь они прикрепляют менеджера уважаемый партнер сообщаем вам что к вам прикреплен персональный менеджер по коммерческим вопросам и имя этого менеджера да и мы то есть вот такая сейчас здесь у них есть фишка раньше такого я не видел так у нас с вами два способа подтвердить владение кассой разместить вот этот текстовый файл в корне сайта и добавить метод мета так давайте я попробую второй способ полностью код копируем как он есть переходим с вами в обменку нашего сайта потом переходим расширение шаблоны переходим в наш шаблон переходим на вкладку пользовательский код его здесь вот дополнительно попробуем вот сюда его вставить нажать сохранить и на странице интеркасса нажмем подтвердить владение кассы успешно подтверждено после этого здесь ссылка вот это исчезает до подтвердить кассу тест у нас тестовый аккаунт видно вот этот тестовый домен здесь есть айди она нам пригодится в следующем уроке напротив нашей кассы здесь есть такие вот кнопочки при наведении на которые у нас всплывают подсказочки нам нужно зайти вот сюда в карандашик настройки кликаем смотрите название сайта здесь можете прописать тайтл вашего интернет-магазина то есть у меня продаж видеокурсов я описалась видеокурсы также описание можно посчитать краткое описание вашего сайта ключевые слова также то есть абсолютно добавляются категория каталога можно кликнуть и выбрать какой категории относится ваш интернет-магазин причем разные категории вот таким образом выбираются отображать ли в каталоге магазина да нет стоит отображать дальше у нас есть вкладочки логотипа уведомления кликаем логотип обязательно добавьте здесь свой логотип он будет отображаться в кассе его люди будут видеть я вам показывал где это отображается выбрать файл с компьютера я выбираю свой логотип лучше подогнать размеры как там было указано дальше вкладка уведомления по sms включить уведомлять телефон сразу появляется добавить телефон лучше это сделайте или по электронной почте или и то и то нажимаем здесь сохранить настройки успешно сохранены дальше переходим настройки платежей здесь мы выбираем валюты по умолчанию стоят рубли можно добавить еще одну платежную вариацию нажимаем добавить вот таким образом не забываем читать подсказочки но если вы что-то не понимаете сейчас настраиваем так как я вам покажу проверять уникальность платежа включаем да все остальное не включаю и внизу у меня вот включена также оставляем сохранять на всякий случай я на каждом шаге здесь сохраняюсь то есть сейчас очень ответственные настройки важны переходим дальше платежные системы вот здесь вот будет самое интересное пока сразу внизу вам покажу список систем многие системы вы увидите недоступны сейчас объясню почему во первых пока мы включаем вот здесь вот тестовая платежная система мы будем тестировать включая в положение до активируем ее потом когда у нас будет все готово мы обязательно отключим тестовую систему здесь потом появятся такие кнопочки у многих вот платежных вариантов там мтс еще кого-то такая вот место недоступно будет кнопочка типа отправить запрос или что-то в этом духе чтобы они рассмотрели наш сайт и решили одобрить или не одобрить чтобы в нашей платежной системе включалась способ оплаты например через мтс они пока все недоступны то есть вот так он будет активировать но вас в обмане вот кстати это очень жестко это самая жестокая платежная система там много чего нужно сделать чтобы ее активировать поэтому я даже у себя не активировал с остальными все проще яндекс деньги также надо будет кликнуть активировать киви активировать уже потом когда мы полностью все настроим пока мы ничего здесь не трогаем внизу вот здесь вот важный момент распределить комиссию его здесь такой ползунок вы определяете сразу в 10 двигая ползунок показываются проценты плательщик будет платить здесь вот видите показано можете почитать обязательно почитайте ознакомьтесь вот с этими данными вот плательщик без комиссии до или касса без комиссии плательщик вся комиссия то есть вот сейчас плательщик вся комиссия платит плательщик без комиссии то есть лучше что плательщик не платил еще плюс комиссию потому что он видит одну цену в магазине в вашем интернет-магазине а по факту переходя уже платить у него будет приплюсовываться еще комиссия интеркассы и всех этих сервисов до которые он выберет например я нас деньги то есть плательщик без комиссии выбираю ну или так как вы сами сочтете нужным как лучше для вас или можете высадить посередине то пополам будет платить часть от всей общей комиссии половину вы оплатите то есть это значит что с вашей суммы сумма вашего товара с нее спишется вот человек оплачивает 500 рублей с нее 16 процента спишется комиссия именно к себе вот здесь это определяетесь и вот здесь еще тоже видите есть кто платит комиссию платить платежной системы уже именно вот здесь вот есть подсказка то есть плательщик или касса касса значит это вы ну вот я выбрал бы касса например все равно вы можете здесь все настроить чтобы платили вы а цену в товаре увеличить ровно настолько чтобы быть как бы не быть в убытке так сказать вот кстати прикольная фишка дальше включить все выключить если включено новые платежные системы будут а активируются автоматически без необходимости их включать вручную то есть вот так вот вручную активировать просто бывает такое что по мере существования вашего магазина в дальнейшем здесь с течением времени до могут появляться какие-то новые платежные системы вот они будут автоматически включаться да если здесь стоит включено но опять же политика самой платежной системы подключены к интеркассе могут быть разными они могут появиться и здесь будет все время висеть ссылка активировать пока сами не активируете она активируется не будет потому что там вручную проверяют модераторы что там у вас за магазин не нарушать ли То нам авторский прав и так далее И вот смотрите, важный нюанс Чтобы максимально здесь все активировать Платежные системы, то есть удобство для покупателей Их нужно максимально все активировать Чтобы это все вам как бы разрешилось Вот здесь вот прочитайте, кликните вот на эту кнопку Ознакомьтесь со всем этим То есть после того, как вы создадите магазин Закиньте его в интернет, подключите интеркассу Обязательно посмотрите, почитайте здесь все И выполните эти действия Потом напишите в техподдержку интеркасса Они, модераторы, проверят ваш магазин Если он не нарушает никаких правил То есть они будут проверять, чем вы торгуете Может быть вы наркотиками будете торговать Естественно, они вам не одобрят Вообще забанят И эти платежные системы будут вам недоступны То есть сначала они вам проверяют Если все хорошо и вы все условия выполнили Написанные здесь вот То большинство платежных систем Через несколько суток здесь у вас активируется Ну или же вы нажмете здесь вручную активировать Далее нажимаю сохранить То есть это вот такой самый жесткий шаг был Мы переходим дальше интерфейс Тоже важный момент, но здесь ничего сложного нет Вы берете адрес вашего магазина То есть прямую ссылку, как она есть на главную И вот здесь везде ее проставляете Во всех вот этих полях Только смотрите именно вашего интернет-магазина Не моего сайта, а вашего магазина Дальше у нас выбран везде вот здесь вот пост Мы это не трогаем Здесь все включено, но не включен нижний ползунок URL взаимодействия Также переключаем его в положение, чтобы зелененьким горел Нажимаем сохранить Далее мы переходим на вкладку безопасность И вот здесь вот как раз таки те данные, которые нам потребуются в следующем уроке При подключении нашего магазина к интеркассе Здесь мы ничего не трогаем Алгоритм подписи MD5 оставляем Проверка подписи я не включаю И вот секретный ключ, будьте внимательны Тестовый ключ это для тестирования Будьте внимательны, вот этот секретный ключ никто не должен видеть Никому его не показывайте, чтобы его не было видно Он у каждого уникальный Я сейчас вам его показываю, потому что я не пользуюсь именно этим аккаунтом Это тестовый аккаунт, так что здесь мне без разницы Все, не забываем здесь еще раз сохраниться В принципе вот они все настройки основные Должно у нас в принципе потом все работать Продолжим в следующем уроке Надеюсь для вас урок был полезным, интересным И увидимся в следующем видео Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга Для вашего лендинга на Adobe Muse Или сайта на Joomla Неважно То сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом Под названием Hosting Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев И очень доволен Главное примечание хостинга Тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно Второй, очень важный момент Возврат денег в течение 45 дней Если вас не устроят услуги хостинга Готовый КМС 3 года на рынке Молодой хостинг, это очень важно Онлайн поддержка на высоте Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу Вот такой вот прямоугольник, это онлайн чат Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью Лояльные цены, мощные сервера Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится Служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним У них есть замечательная акция, 3 месяца бесплатного хостинга Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг При оплате за год можно сэкономить до 45% А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом Ссылочка под этим видео Переходите и знакомьтесь Субтитры сделал DimaTorzok